Что будет, если не стричь когти собаке? Ну вот и, Вась, иногда можно случайно задеть сосуд. А мне конфетку? Мне не дали конфетку. Кровь будет литься, это уже плохо. Покемоны когти не стрелут. Я тебя поймаю и сама тебя съем. Вытащу из тебя мою льсу. Хай, дорогие друзья! Вы на канале Magic Family и волшебная семейка. Меня зовут Аня и со мной мои собачки. Эйвен, Софиша, Миша и Юми. И на нашем канале есть еще много других питомцев. Хомячки, кошечки, попугаи, птички, муравьи и другие животные. Так что, подписывайся и нажимай колокольчик. Потому что, как только ролик выходит на канале, мама отвечает на вопросы. Не опаздывай. Сегодня у нас... Да я тебя поцелую! Да нельзя связаться, ну сколько тебя можно отключать? Ну почему? Сегодня у нас будет большая семейная стрижка когтей. Конечно же, мы до этого уже снимали подобные ролики. И Софиша рассказывала, как... Ой! Ты заболела? Нет, я просто тихнула. Понятно. Чтобы тебя отвлечь. Я поняла. Чтобы тебя отвлечь. Я поняла. Вот. Юмичу. Что? Я поняла. Как правильно стричь собаке коготки. А также мы делали отдельное видео о том, как приучить собаку или щенка стричь когти, если она не дается. Юми, стоп. Ладно, ладно. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно пойдите и посмотрите их. А мы будем приступать. Я покажу, как я... Я не хочу стричь когти. Я не хочу стричь когти. Нет, я не буду. Пожалуйста. Нет, я не буду. Стригу когти Софише, Эйвену, и мы впервые в жизни будем стричь когти Мишеньке. Ну можно я не буду стричь когти? Ну пожалуйста. Ну можно, ну можно, ну можно, ну можно, ну можно. Нет, мы будем стричь когти. Ну нет, ну... Несмотря на то, что Эйвен и Софи приучены стричь когти, они все равно эту процедуру не любят, как и многие другие собаки. У Софиши когти тонкие и мягкие, в отличие от когти Эйвена. У Софи когти светлые, легко увидеть кровеносный сосуд внутри когтя. Вот на этой границе и нужно отрезать коготь под углом 45 градусов. Что будет, если не стричь когти собаки? Если вовремя не стричь когти, они станут длинными и могут войти в кожу, сделать рану и даже занести инфекцию. Длинные когти у собаки доставляют ей сильный дискомфорт и причиняют постоянную боль. Но собака же не может нам об этом сказать? Будет молча терпеть. Даже если коготь еще не врос в кожу, лапа не может правильно работать. И очень длинные когти могут привести даже к хромоте и другим проблемам. Кстати, время для стрижки когтей вычислить проще простого. Как только вы слышите, что собака ходит по полу и стучит когтями, пора их подстригать. Но вообще лучше делать это постоянно до наступления этого момента. Говорят, что когти стираются у собаки об асфальт. Так и есть, но не всегда и не у всех собак. И даже если собака постоянно ходит по асфальту, нужно все равно проверять когти. Особенно вот на этом вот пальчике лапки. Он называется придаточный. Он как бы отдельно расположен от всех и часто не стирается. И его нужно стричь. Все, молодец. Мне сейчас будет легче ходить. Представляете, удалился кадр, как мы Мише стригли когти. Поэтому сейчас я еще раз покажу вам уже на коротеньких когтях. Так, Юми. Мишка стрижет когти. У нас оказалось спокойно очень. Я долго не хотела ей стричь когти, потому что боялась, что она будет сильно вырываться и нервничать, как с чисткой зубов. Но мы здесь ей все хорошенько подстригли. И Миша ведет себя хорошо. И она лежит спокойно, не дергается, не нервничает. Так что Миша когти стрижет очень спокойно, как вы видите. Вот смотрите, как Мишеньке постригли когаточки на всех лапочках. Да, Мишаня? Да, коготки первый раз постригли тебе. Мишина любимая вкусняшечка. За то, что Миша очень хорошо вела себя во время стрижки когтей. Да, Миша? А мне можно вкусняшку? Нет, Юми, тебе такое нельзя пока. А вот у Эйвена когти совсем другие. Они твердые, большие, как у крупной собаки. И стричь их гораздо тяжелее, потому что они еще и цветные. Такое бывает. Есть розовые коготки, на которых видно сосуд. Они как бы прозрачные. А есть очень темные, черные когти. Вообще считается, что при постоянной стрижке пульпа, это вот тот самый кровеносный сосуд внутри когтя, может отодвигаться дальше и дальше вместе с когтем. И так и есть. Но так как у Эйвена когти растут очень быстро, и они очень твердые, а сосуд рядом, я пытаюсь постепенно его отодвинуть. А для этого нужно стричь прямо очень спритык к сосуду, да? Все. Ну вот и вась. Иногда можно случайно задеть сосуд. Это не очень хорошо, но если задели как я, то есть немножко совсем не рассчитали, такое бывает, то ничего страшного, капельку крови можно остановить перекисью водорода. Прям взять на ваточку и как бы прижечь, и кровь очень быстро остановится. Но это если просто слегка не рассчитали, и кровь не течет прямо сильно. Зато, когда они так коротко рядом с пульпой пострижены, она постепенно будет уходить глубже, и когти будут короче и короче со временем. Кстати, еще можно использовать марганцовку, прямо в сухой порошок макнуть пальчик собаки. У Эйвена уже все нормально, и чаще всего такая боль не чувствуется собакой. А вот если вы прям повредите сосуд, и кровь будет литься, это уже плохо. Короче, сейчас прыгать будет еще сам. Давай, мам, кидай, Ирюме, не мешай. Я тебя съем, 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 сейчас твою попку съем. Сейчас, мама, дай мне мячик, ну давай, мам, ну давай. Я тебя сейчас съем и я его на일 съем, я всех вас съем. Почему вы со мной не играете? Ну, 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 ну почему? Ну как внутрестно, я же маленькая, я просто хочу играть в мячик. Конечно же, в обычном режиме я не отстригаю когти Эйвену до маленькой крови постоянно, но, как я уже вам объяснила, к сожалению, у Эйвена такие странные когти, нетипичные для маленькой собачки Чихуахуа, что они очень большие, крепкие и отрастают очень длинными сразу и быстро. Так далеко не у всех собак, и вам не обязательно это делать. Даже летом, когда Эйвен очень много ходит и гуляет по асфальту, они все равно не стачиваются. Ну, вот такие вот у него когти, приходится с этим как-то жить. Лови! Ну, вот так вот живем. Миш, ты не хочешь поиграть с ребятами? Нет. Давай, мешай. Кстати, сегодня на моем канале Анимэджик, как всегда, тоже прикольное видео, ведь ролики выходят на наших обоих каналах каждый день. Так что сходите и посмотрите, ссылочку я оставлю в своем комментарии внизу. Ребят, если хотите видео о первой реакции Юми на стрижку когтей, ставьте лайк. Соберем много лайков и выпустим это видео. Нет, 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 нет. Покемоны когти не скрегут. А случайные комментарии без ответов попадают в видео, вот они и тут. А еще мы передаем приветики случайно репост нашим из нашей группы ВКонтакте или со страницы мамы. Вот эти ребята, спасибо вам за помощь большое. У меня начинаются поиски пропавшей лисы. Где же моя лиса? Куда же она делась? Так, сейчас проверим стабик. Стабики нету. Мам, ты не видела мою лису? Нет. Куда же она от меня убежала? О, Змейка, Змейка, сейчас я тебя съем. Ах ты, Змейка, убегает от меня. Так, иди сюда, сейчас, сейчас. Так, где ты моя лисичка? Так, Покемоны Митю выяснил, лисички нигде нет. Это ты, Змейка, съела мою лисичку. Съела, сейчас я тебя поймаю и сама тебе съем. Вытащу из тебя мою лису. Че ты не ловишься, а? Ну-ка, все, надоело мне. Ну что ж, скоро увидимся. Пока. Жми кружочки и смотри еще ролики. И ставь лайк. Он за тобой следит. Да. Чмок. Если ты не лиска, поставь лайк. Нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Тихо-тихо, пупылья. Пупылья, тихо. Юми, перестань, даже портишь песню. Юми, пой слова, которые тебе сказали. Ля-ли-ки, смотри-ся. Ля-ли-ки, смотри-ся. Ля-ли-ки, смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Да уж. Ля-ли-ки. Спасибо.